Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о нескольких удивительных минералах. Итак, в прошлой программе мы узнали, что агат символизирует долголетие, он может продлить жизнь, ответственен за процветание. И кроме того, агат может улучшить психику, защитить от грозы, опасностей. Вообще, свойств у него просто очень-очень много. Согласно одному старинному поверью, который относится к X веку, если этот самоцвет растереть в воде и обмыть ею раны, то они быстрее заживают, излечиваются также укусы зверей. И опять хочется вспомнить про медицинские амулеты, основой которых раньше был агат. Ну, например, с изображением головы медузы-горгона, помогающей от подакры. А вы знаете, что согласно древним источникам, для того, чтобы найти жемчуг, ловцы привязывали кусок агата к веревке и опускали его в море. И вот согласно легенде, агат подойдет к жемчугу и не пройдет мимо него. По этой веревке опускались на дно ныряльщики и поднимали со дна жемчуг. О естествоиспытателе эпохи Средневековья Ланицер писал, что приложив к голове спящего человека кусочки агата, можно вызвать часто меняющиеся приятные сновидения. Кстати говоря, это относилось к разноцветным прожилкам агата. Агата. Некоторые считали, что агат может даже духовно обогащать своего владельца и даже совершенствовать его красноречие. Ну, конечно, многое из того, что я сказал, это все-таки легенды. Очень приятные легенды, но тем не менее, если мы говорим о лечебных свойствах, то сегодня, конечно же, это вызывает только улыбку. Ну, а сейчас в эфире рубрика «Загадочные драгоценные камни», из которой вы узнаете об удивительном минерале сапфир, а расскажет нам Ольга Кладкова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Сегодня поговорим о сапфирах. Сапфир – необычайно красивый самоцвет. Сапфир – алюминий 2О3. Разновидность ювелирного корунда. Процитируем российского академика Ферсмана. Густо-синие, с бархатистым оттенком – кашмирские. Ярко-синие, сверкающие ослепительным собственным огнем – сиамские – Таиланд. Ярко-васильковые, с фиолетовым оттенком – цейлонские. Очень темные, почти черные. При искусственном освещении – австралийские. На Руси долгое время называли его Яхант Лазаревый. Правда, сюда часто относили и все другие синие камни, в том числе и лазурит. А сапфир всегда синий? Нет. Сапфиром называют корунды самых различных цветов, кроме красного рубина, желто-оранжевого, бесцветного. Его цвет принято оговаривать специально, например, зеленый или желтый сапфир. Если нет прилагательного, речь однозначно идет о синим и голубом самоцвете. Очень необычны звездчатые сапфиры. Отполированные кабошоном, без граней, в виде сферы, четко видна сияющая светлая звездочка с тремя, шестью или двенадцатью лучами. При повороте камня она перемещается. Сапфир играет. Это явление связано с вростками игольчатого титанового минерала рутина. Звезды, считайся, характерны для родственника сапфира рубина? Да. Самая крупная из известных рубиновых астерий – Раджа-Радхна, Индия, в виде кабошона с живой звездой из шести лучей, имеет вес 2475 каратов. Встречаются и двойные астерии с двенадцатилучевой звездой. Шелковистый блеск, астеризм в рубине и сапфире могут быть усилены при соответствующем нагревании, закалке. В России немало месторождений и россыпи агата. Ну, например, даже встречается в Московской области, Глутвинская, в Приморье, Сергеевская, в Хабаровском крае, Норвское, Зейское, Бурундинские месторождения. Росыпи по рекам Салемдже, Амур, Зее и их притокам в Восточном Забайкалье. Также месторождение Тулдунское, Тарбальджанское, Мурундинское, Мулина гора. В Иркутской области – Нижненепское, на Камчатке – Полянское. Также встречается агат на Чукотке, в Магадане, на Таймыре, в частности, на Темаником Кряше, на Урале. То есть, как мы видим, агат – минерал достаточно распространенный. Кстати говоря, согласно легендам, агат, ну, например, если в нем есть черные прожилки, он может помочь преодолеть материальные затруднения и придает сердцу силы, и делает человека сильным, благородным и вызывающим любовь и уважение к себе со стороны других людей, а также жизнерадостным и, опять-таки, оберегает от разных напастей. Образцы изделий из агата встречаются, пожалуй, во многих музеях мира, ну и, конечно же, в нашей стране. Изделия из агата вы сможете увидеть в Минералогическом музее Российской Академии Наук, в Историческом музее, в Оружейной палате Кремля в Москве, в Эрмитаже и Горном музее в Санкт-Петербурге, в музеях Екатеринбурга, Иркутска и других городов. Ну, а, пожалуй, самый крупный экспонат из агата хранится в Музее истории искусств в Австрии, в столице Австрии, в Вене. Это почти плоское блюдо диаметром 75 сантиметров, вырезанное из цельного агата. В середине XVIII века среди российской аристократии распространилось увеличение минералогии. В 1765 году по указу императрицы Екатерины II на Урал отправилась экспедиция во главе с Данинбергом, открывшая новые месторождения яшмы, агатов, сердоликов и самых разных других минералов. И вот к началу 1780-х годов на русских гранильных фабриках была разработана технология получения изделий из твердых самоцветов. И давняя мечта об украшении дворцовых залов природным цветным камнем стала осуществимой. Несколько гем из агата было приобретено по приказу Екатерины II. И вот как раз в ее же царствовании была выполнена искусная облицовка пластинами агата стен одной из помещений в царско-сельском дворце, знаменитой впоследствии агатовой комнаты Екатерининского дворца. Но открою вам небольшой секрет. На самом деле они украшали комнаты не пластинами агата, а пластинами уразовской яшмы, темно-красного цвета с краплением белого кварцита, которую в 18 веке называли мясным агатом. Именно поэтому интерьеры, созданные по проекту Камерона, получили название агатовых комнат. На Руси агат использовали не только для бусы и украшений, но и для изготовления парадных чарок и различных других изделий. Необычайно популярен агат стал в эпоху Возрождения, и как раз в этот период в моду вошли античные греческие мотивы. Светские красавицы вновь стали носить самые разные агатовые камеи и броши. Агат считался у итальянских мастеров талисманом, который дарует успех в прикладных искусствах. Агат использовался во флорентийской мозаике, которой украшали столешницы и мебель. А Екатерина II как раз коллекционировала античные камеи, поэтому коллекции Эрмитажа пополнились россыпами агатовых и халцедоновых изделий. Разнообразие оттенков агата поражало знаменитого ювелира Фаберше, который делал из него скульптуру, флаконы, печати, мелкие галантерейные детали, пряжки, ручки зонтов, пуговицы и многое-многое другое. А вы знаете, известный шведский ученый Валериус описывал агат, в котором можно было разглядеть легендарный переход евреев через Красное море. А вот, например, в срезах крымских агатов нередко открывается изображение, похожее на очертания Крыма, которое мы видим на географических картах. Впрочем, конечно же, это уникумы. А вот агатов, в которых наш искушенный глаз угадывает подобие, оленя, кошки или, например, такие сюжеты, как небо, то покрытое облаками, то волнующееся море или хвойный лес, конечно же, можно найти. И вот у нас на слайде появился маховой агат. Очень эффектный агат. Так что же он из себя представляет? Маховые агаты – это серые или серо-голубого цвета, просвечивающиеся агаты с концентрически полосчатыми рисунками, которые содержат зеленые, белые, желто-бурые, иногда красные и черные хлопьевидные, дендритовые и дендритовидные маховидные включения, бурых, черных или черно-зеленых оттенков, реже зеленых. Кстати говоря, пестро-окрашенные агаты содержат включение оксидов и гидрооксидов железа, розовые и красные добурых, и марганцы, например, черные, хлорита, саладонита, эпидота, например, зеленого цвета. Маховой агат, вот даже из слайда вы видите, что это такой просвечивающийся минерал. И обратите внимание, мы можем видеть на слайде, что на нем ветвящиеся, нитевидные, могут быть стеблевидные и перистые включения. Как правило, это амбифол. Или кроме амбифола это могут быть слоистые силикаты. В пришлифованном камне их скопления напоминают моху. Может быть, как раз именно от этого и произошло название моховой агаты. Давайте все-таки поговорим о происхождении названия мохового агаты. Казалось бы, именно в этом названии точно отражено прихотливо-узорчатое строение камня. Однако, есть и другая версия. Возможно, это искаженная форма названия. Мокко-стоун или Мокский камень. Это название пришло к нам из Йемена. Здесь, близ города Мока, добывали моховой агат в древние времена. Ну, как мы видим, несколько версий есть. Кстати говоря, особенно популярны моховые агаты с причудливыми включениями, которые похожи на деревья, кустарники, мхи и водоросли. Вот у меня, например, в коллекции очень большое количество самых разных маховых агатов. Часто бывает, что включения очень похожи на деревья. И как раз иногда такие агаты называют дендроагатами. Ну, а я все-таки считаю, что, наверное, самые интересные агаты – это как раз с включениями дендритов. В начале XIX века дендроагаты были в очень большой моде. Их вставляли в медальоны, персни, булавки, гребни и так далее. Особенно ценятся дендроагаты, которые имеют небесный фон и расширенное темное основание на подобии земли. Кстати говоря, из-за сходства с мхом и другими органическими формами, все эти так называемые игры природы долгое время считались подлинными остатками растительной жизни. Мы видим, что, пожалуй, маховые агаты – это шедевры, созданные природой, которые, конечно же, не повторяются. Ну, если мы говорим об агатах, то агаты с пейзажем, так же, как и яшмы, привлекали очень долгое, в течение долгого времени, внимание западноевропейских ученых. Ну, в частности, поговорим о средних веках. Фламандский врач, боец Эдибот в истории драгоценных камней назвал одним из чудес света чешский агат из окрестностей Казакова, на котором можно было узнать карту Чехии того времени. Не в силах объяснить происхождение агата. Как правило, ученые ограничивались только описанием. Например, боец Эдибот в 1609 году сообщал, что иногда они так естественно передают леса, поляны, деревья, тучи и реки, кстати говоря, у нас на слайдах очень эффектные образцы махового агата, что на некотором расстоянии их можно принять не за камни, а за нарисованные картинки. Из этих камней, например, была приготовлена столешница. Причем камни были так искусно вырезаны, что давали полную иллюзию картины, сравнимую по великолепию с храмом Дианы в Эфесе. Действительно, человеческое воображение в маховом агате может угадать самые разные пейзажи, самые разные изображения. И вот у меня, например, коллекция, которая включает более трех десятков, более тридцати разных маховых агатов. И, как правило, опять-таки, ни один из них не похож на другой. На мой взгляд, лично мне, я считаю, маховой агат, это, пожалуй, самый-самый интересный минерал, с которым могут посоперничать, пожалуй, из полудрагоценных и поделочных камней, ну, наверное, только селенид. Но, тем не менее, вернемся к маховому агату. Маховой агат встречается в виде прожилков, выполняющих трещины преимущественно в вулканических породах, а также в россыпях в виде гальки. Высококачественные маховые агаты, как правило, добываются в Индии. Также прекрасные маховые агаты можно встретить в Закавказье, на Урале и в Болгарии. Обрабатывают маховые агаты обычно в виде тонких, пластичных, пластинчатых вставок, выявляющих их узор, либо в виде кабошонов. Разнообразные по окраске маховые агаты с включениями цветных минералов и различных пород могут иметь ярко выраженный пейзажный рисунок и используются в виде картин-миниатюр. Вот давайте еще раз посмотрим на различные маховые агаты. Их можно использовать как превосходные настенные украшения. А вот видите, в некоторых случаях из них делают и еще такие эффектные ювелирные изделия могут быть, например, в виде брошей. И, конечно же, если говорить о маховом агате, то он и сейчас популярен. Его вставляют в украшения, в кулоны, кольца и многие другие украшения. Ну, коммерческая судьба агата на протяжении веков была очень непостоянной. Было время взлетов, а было время и падений. Ярким выражением этого служат слова Плиния, так высоко ставившего, например, Оникс и, в частности, Сардоникс. Ну, вот что он говорил об агате? Агат прежде был в большой цене. Теперь же он ничего не стоит. Чем же связана колоссальная популярность агатов? Ну, в средние века, в частности, например, во времена крестовых походов, многие античные изделия были доставлены в Европу. Затем всплеск интереса европейцев к агату уже отмечался в середине XIX века. Благодаря импорту весьма привлекательных, ну, если честно говорить, немного подкрашенных минералов из Уругвая и Бразилии. Постоянный высокий спрос на агат на мировом рынке существует и сейчас. Вот на данный момент агат по-прежнему один из наиболее часто использующихся в ювелирном деле камень. Из него изготавливают не только ожерелье, серьги, кольца и подвески, но и самые разные панно, мелкую скульптуру. Конечно, стоимость такой скульптуры чрезвычайно дорогая. На слайдах мы видели и шкатулки, и многое-многое другое. Ну вот, конечно, если говорить об агатах, я все-таки считаю, что из всех агатов самый эффектный это маховой агат и также ингидрис. Еще раз напомню, что некоторые агаты могут при взбалтывании, в частности ингидрис, издавать особые звуки. Ценность агатов еще в том, что, пожалуй, это достаточно доступный широкому кругу любителей камень, который, в принципе, не требует дорогого благородного обрамления, очень эффектен и в больших образцах, и, кроме того, идеально полируется. А теперь поговорим о сапфире. По-гречески сапфирос – голубой или синий, достаточно ценный камень. Название происходит также от древнееврейского слова саппер или вавилонского сипру, означающий царапающий. Сапфир – это разновидность ювелирного коронда. Он может иметь все оттенки синего цвета, начиная от светлого до очень темного, даже до почти черного. При определенном освещении имеет зелено-синие или сине-фиолетовые оттенки. Сапфиры – это достаточно чистые минералы, что в данном случае я имею в виду. В них гораздо меньше включений, чем, например, в рубинах или изумрудах. Включения, как правило, обычно состоят из игольчатого рутила. Эти включения могут снизить прозрачность камня, образуя подобие облачков из шелка. При плотном параллельном расположении этих иголочек они могут даже повысить стоимость сапфира, создав эффект астеризма. Сапфир может быть и другого цвета. Например, от желтого до зеленого, от светло-розового до фиолетового. Но вот даже здесь мы видим разные окраски сапфира. Но все-таки самую высокую ювелирную ценность имеет сапфир глубоко-синего или голубого цвета. На Руси за сапфиром закрепилось название «яхантлазоревый». Однако часто этот термин использовался для всех синих камней, в том числе и для лазурита. Цвет сапфира оговаривают специально. Ну, допустим, зеленый или желтый сапфир. А вот если нет прилагательного, речь однозначно идет о синем или голубом самоцвете. Куприн писал о сапфире. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице. Другие – на осеннее небо. Иные – на море в ясную погоду. Кстати говоря, эта редкая окраска камня обусловлена закономерным вхождением в кристаллическую решетку минерала примесей трехвалентного железа и титана. Природный сапфир образуется при метаморфизме осадочных пород, богатых алюминием. Он редок и достаточно дорог. Особенно кашмирский, который добывается в Индии. Это королевский кашмирский сапфир василькового синего цвета. Цвет качественного кашмирского сапфира просто великолепен. Это совершенный, бархатный, среднесиний, часто сопровождаемый характерным дихраизмом. Что это такое? Дело в том, что дихраизм – это свойство некоторых кристаллов, проявляющиеся в том, что они меняют окраску в зависимости от направления падающего на них света. Суть явления заключается в том, что кристалл пропускает световые колебания в одной плоскости, но поглощает световые колебания, если они направлены под прямым углом к этой плоскости. Вообще, если говорить о сапфире, то он обладает светлым или более интенсивным цветом под разными углами зрения, то есть по отношению к оптическим осям камня. Кстати говоря, некоторые сапфиры с определенным эффектом показывают синий цвет под одним углом, но это дорогие сапфиры, конечно же, и фиолетовый под другим. Цветовая зональность, которая рождается в сапфире из-за того, что в процессе роста кристалла он формируется слоями, может быть представлена в одном ограненном камне. Обычно кристаллы с зональными эффектами имеют темные части и более светлые в разных частях камня. Иногда, кстати говоря, можно даже встретить очень многоцветные сапфиры, то, что мы и говорили, например, синий и фиолетовый в одном камне. А вот кашмирские сапфиры Индии королевского синего цвета, они отличаются мягким шелковистым блеском. Вот часто этот цвет описывают как сонный, подернутый молочной дымкой, которая появляется благодаря наличию в сапфире полостей. Это тончайшие канальцы и трещинки, наполненные жидкостью. Именно они являются виновниками этого отлива напоминающего шелка или кристаллов, столь крошечных, что их трудно рассмотреть под мощным микроскопом. После горных обвалов в результате крупных землетрясений в 1881 году сапфир в Индии стали встречать значительно чаще, что породило новые захватывающие легенды у населения. В крупных высококачественных кристаллах стоимость карата может достигать баснословной величины. Индийцы придумали тонкий фокус, чтобы придать камню шелковистый блеск, потому что получается, что стоимость камня тогда резко возрастает. Под бледно-голубые сапфиры, вставленные в оправу, подкладывали лазурные перья павлина. Самый большой ограненный сапфир, но в частности весил он 1440 карат, был вырезан в 1950-х годах из камня черная звезда весом более 2000 карат, если говорить точно 2097 карат, в виде бюста генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Согласно книге рекордов Киннеса, самый дорогой, поэтапно ограненный кристалл сапфира весом 66,03 карата был продан за очень большую сумму. Но об этом нам расскажет рубрика «Мир драгоценностей» и ее ведущая Ольга Кладкова. Продолжаем разговор о сапфире. Природный сапфир образуется при метаморфизме осадочных пород, богатых алюминием. Он очень редок и очень дорог. Особенно дорогой, кашмирский, королевский сапфир, васильково-синего цвета. В крупных, высококачественных кристаллах стоимость карата ныне достигает 5000 долларов. А сколько стоят большие сапфиры? Один из самых дорогих кристаллов сапфира весом 66 карата был продан из коллекции Рокфеллера на аукционе Сотби в Цюрихе в 1980 году за 579 300 фунтов стерлингов. Самый большой сапфир 230 каратов или 460 грамм был найден в штате Квисленд, Австралия в 1935 году. Он огранен в форме головы Авраама Линкольна весом 1318 карат и хранится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Борис Годунов, большой любитель самоцветов, также особо любил камни синего цвета и предпочтение отдавал сапфиру. Из числа всех известных драгоценных камней он обладает большей таинственной силой, наибольшим перечнем полезных свойств. Ну вот мы сейчас видели разные сапфиры, в том числе его родственник Рубин, который тоже называют Корундом. А какие свойства у сапфира? Самые разнообразные. Сапфир – камень души и осени. Это индикатор женского постоянства, символ чистоты, совести и раскаяния, дружбы, помощи, бескорыстия. Он всегда считался камнем, дающим верность, целомудрие, скромность. Спасибо, Ольга Викторовна. Всего доброго. До следующей передачи. Согласно легендам, робкому и застенчивому сапфир поможет развить свой темперамент, заставит кровь в жилах течь быстрее. Как талисман, он воодушевляет благородного и нравственного человека на великие дела и подвиги. Поможет примирить поссорившихся, а простому человеку обещает чувственную любовь и счастье через активную деятельность. Женщине сапфир дает плодовитость. Сапфир защищает своего хозяина от лживых и неверных друзей и даже продлевает ему жизнь. Ну, конечно же, это всего лишь легенды, но легенды очень приятны. В нашей стране очень значимых месторождений этого самоцвета нет. Встречается он на Южном Урале, в частности, в Эльменах, и на Кольском полуострове. 80% всей мировой добычи дает, как правило, Австралия, хотя иногда эта цифра немного меняется. Добывает его чаще всего в россыпях, в небольших количествах, на Цейлоне, в Индии, мы уже говорили о кашмирских сапфирах, а также на Бирме, Камбодже, Таиланде, Соединенных Штатах Америки, штат Монтана, на Мадагаскаре, в Кении, Зимбабве, Нигерии, Танзании. Кстати говоря, в Монтане этот самоцвет является официальным символом штата. Еще один интересный факт. Англичанин Гарсей при посещении Московия был ознакомлен с сокровищами царского двора. И он таким образом передает слова Ивана Грозного о сапфире. «Я особенно люблю сапфир. Он сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем жизненным чувствам, полезен в высшей степени для глаз, прочищает их, удаляет приливы крови к ним, укрепляет мускулы и нервы». А известная своей любовью к драгоценностям Матильда Кшесинская особо выделяла украшения сапфирами, которыми ее щедро одаривали царствующие особо. Сапфир – это камень души и камень осени. Это символ девственности, правдолюбия и добродетельности, чистоты, совести и раскаяния. По древнееврейским понятиям сапфир – это символ справедливости. Печать мудрого царя Соломона была сделана, возможно, из сапфира, а его трон был украшен сказочным звездчатым сапфиром. Египетский первосвященник носил на груди сапфир, и это украшение называлось истиной. На нем было вырезано изображение богини истины и справедливости. А во время религиозных праздников он был одет, к тому же, еще и в небесно-голубое одеяние, усеянное звездами и стянутое желтым поясом. Такое же одеяние было и у египетских верховных шрицов. В Древней Греции и Древнем Риме сапфир считали священным благодаря своей нежной небесной окраске. Его посвящали Отцу всех богов, Зевсу. И только его жрецы могли носить на указательных пальцах, как правило, это был перстень в виде сапфировых кабошонов. Сапфир помогал помогал услышать и понять, что сказал оракул богов, согласно старинным легендам. А вот непосвященным язык их был непонятен. Еще одна очень такая эффектная легенда, которая мне очень нравится. Сапфир считали застывшей каплей напитка бессмертия, испить которой могли только боги. Это был камень философского созерцания, спокойствия и хладнокровия. Это символ небесного свода, который привлекал божественные милостыни. Считалось, что голубые камни способствовали связи смертного человека с бессмертными богами. А вот в средние века, считая этот самоцвет символом святости, непогрешимости, светской власти, царственные особы украшали свои короны и ряд других регалий. Еще в 11 веке Сапфиру посвящали следующие строки. Снимает с человека зависть и вероломство, даст силу уставшему телу, освобождает человека от темницы. Тот, кто носит его, никогда ничего не будет бояться. А по старинным индийским легендам Сапфир относится к пяти самым главным драгоценным камням. Конечно же, очень много древних преданий. И вот по некоторым из них, например, сила самоцвета зависит не только от наименования, но и от качества. Есть одна легенда, согласно которой, камень с дефектами опасен. В частности, он может даже лишить владельца радости и веселого общества. другая такая очень страшная легенда к тому, кто носит Сапфир цвета хмурого облака, он может принести массу неприятностей. Вот. И даже может способствовать потерю сознания. И может привлечь даже молнию на голову владельца. Но опять-таки все я хочу повторить, что это все легенды. И как видите, некоторые легенды, они уже с таким отрицательным смыслом. А вот согласно еще одной легенде, тому, кто носит зернистый Сапфир, суждено жить в изгнании. Но, тем не менее, есть и другие легенды про те же самые Сапфиры, которые говорят противоположны. Но все-таки только согласно легендам самый лучший считается Сапфир сходный с ясным голубым небом. Он дарует его владельцу богатство и счастье. В старину считали, что Сапфир даже со временем может перейти в Рубин, а затем обесцвечивается и превращается в Лейкосапфир. Затем поочередно становится белым, желтым, оранжевым и, наконец, красным. Вот такая вот легенда. А чтобы проявились целебные свойства Сапфира, владелец обязательно должен обладать добротой и целомутрием. Так говорили в старину. Полагают, что Теофраст и Плиний Сапфиром все-таки часто называли лазурит. А название Цианус, что в переводе с латыни означает «василек», они под ним подразумевали Сапфир. Итак, как мы видим, Сапфир еще вдобавок имеет много свойств. Это и символ власти, победы. Очень сильными считаются Сапфиры, на поверхности которых, благодаря включению рутила, при огранке возникают три пересекающихся луча. Люди считают, что человек, опять-таки, согласно легендам, носящий этот перстень, с этим камнем может почувствовать даже ложь. А в русском лечебнике про Сапфир сказано, что этот Яхант, кто его в перстне при себе носит, чинит того спокойным и в людям честным, набожным и милостливым. Ну, а теперь я хочу еще поговорить об одном минерале, чрезвычайно тоже интересном, это лунный камень. Лунный камень это достаточно редкий минерал, представитель группы калиевых полевых шпатов, разновидность низкотемпературного ортоклаза. Название дано за сияющие голубые переливы, то есть за иризацию, причиной которых является тонкопластинчатое строение минерала. Кстати говоря, вот если говорить о названиях, в частности, например, название Адуляр происходит от гор Адула. Это район Готарда в Швейцарии, где были впервые найдены кристаллы этого камня. Адуляр опять-таки вот в Индии этот, если говорить о названии лунный камень, то в Индии лунный камень называют джандаракандом, что в переводе означает лунное сияние. Итак, как правило, лунный камень это молочно-белый минерал со стеклянным переливающимся блеском. Но вот на самом деле вот этот термин подходит к Адуляру. А понятие лунный камень представляет собой название группы камней. Ну, в частности, это понятие включает в себя Адуляр, Беломорит, а иногда и ряд других камней, например, Селинит. Этот минерал оправдывает свое народное название в полной мере, потому что все-таки цвет и сияние камня действительно чем-то напоминают лунный диск. Вот, например, внешний вид Беломорита напоминает смесь жемчуга и лунного камня. От жемчуга Беломорит взял матовую белесну, а от лунного камня кокетливое сияние. В названии камня в какой-то степени, я думаю, отражено Белое море. Этот камень любит порядок во всем. Согласно легендам, все неясные мысли могут быть четко сформулированы. Планы на пути к целям приобретут конкретный порядок действий. И, кстати говоря, Беломорит может даже, согласно легендам, решить проблемы различного характера. Беломорит воспитывает твердость характера, его считают талисманом для врачей, особенно для хирургов. Многие годы в частности, например, в Древней Руси Беломорит даже считался святочным камнем. Но если мы продолжим говорить о различных лунных камнях, то вот люди, наверное, которые много лет назад нашли первый Адуляр, они наделили его магическими свойствами. Они утверждали, что в периоды растущей луны Адуляр набирает свою силу, а в полнолуние отдают всю энергию человека. Кстати говоря, в некоторых случаях легенда была даже и дополнена, что на убывающей луне забирает энергию обратно. Поэтому, кстати говоря, до сих пор существует суеверие, что после полнолуния носить Адуляр нельзя. Цветовая гамма Адуляра определяется размерами и количеством мелких, так называемых микропертитовых вростков в данном минерале другого полевого шпата, например, Альбита. Ну, в частности, например, если мы говорим об Адуляре или Ортоклазе с голубоватым мерцающим отливом, то для них характерно такое явление, которое называется Адуляросценция. Крупные вростки дают жемчужную иризацию, а более мелкие голубоватую. И вот таким образом это таинственное красивое свечение связано с закономерно расположенными в виде тончайших слоев вростками продуктами распада твердого раствора щелочного полевого шпата накаливаю и натриевую составляющую. Соответственно, микроразмера другого кристалла Альбита. Причем, если мы говорим о слоях, то чем тоньше эти слои, тем ярче и изысканнее чудесное голубое мерцание. Распределение их по кристаллографическим направлениям определяет переливчатость самоцвета. Ну, Адуляр это полевой шпат, который относится к драгоценным камням. Лунный камень это камень вавилонских магов и прорицателей. Перед прорицанием они клали его под язык и якобы он сообщал им дар видения будущего. Как правило, у лунного камня кристаллы полупрозрачные, блеск шелковистый, стеклянный. Мы, опять-таки, из слайда видим специфический оптический эффект, наблюдаемый в лунном камне. Кстати говоря, это характерно и для других видов иризирующих полевых шпатов. И вот этот эффект носит название шелеризации. В переводе с немецкого означает переливы красок, мерцания, мерцающий блеск. Именно его придают минералам. Как правило, это характерно для минералов с неметаллическим, чаще всего, стеклянным блеском. Ну что же, в следующий раз мы с вами продолжим разговор о различных самоцветах. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова